Добрый вечер! Мы заканчиваем наш семинар лекции Михаила Шевченко про время и календарь. И я представляю нашего лектора Михаила Шевченко, кандидат физико-математических наук, автор астрономического календаря для школьников, автор и ведущий передачи «Астрочас» на радио «Серебряный дождь» и член ученого совета «Московского планетария». Михаила, мы рады вас снова видеть на нашем семинаре и рады слушать вашу лекцию. Спасибо большое, взаимно. Добрый день, добрый вечер. Наверняка у многих добрый вечер, поскольку, я так понимаю, нас слушают по всей стране. Мне доверена вот такая безбрежная тема «Время и календарь». Я ее подготовил по просьбе фонда «Траектория». И поскольку мне была предоставлена такая свобода в выборе уже конкретного материала, то я решил, что вот в этой необъятной теме, в которой можно утонуть, я не буду говорить о каких-то очевидных вещах, типа того, что ключевая проблема календаря – это несоразмерность суток, месяца и года. Мне представляется сегодня ненужным. И я хотел бы сконцентрироваться на нескольких сюжетах, которые, на мой взгляд, было бы просто полезно обсудить в контексте преподнесения вот этой темы «Время и календарь» в школе. В конце я расскажу об издании, к которому я имею самое непосредственное отношение с 1989 года. Оно продолжает ежегодно появляться. Это «Школьный астрономический календарь», который последние 20 лет я с авторствием с Олегом Угольниковым готовим. Мы это издание. Последние два года оно называется «Астрономический календарь для школьников». Ну, я вот объясню, что там у нас происходит и вообще, как дела были вчера, сегодня и что нас ждет завтра. Начать разговор о календаре. Ну, я вообще больше об истории календаря буду говорить, а про время, про измерение времени в конце тоже будет отдельный сюжет. Мне кажется, очень актуальный, потому что есть много новостей, касающихся секунды, как минимальной единицы измерения времени. Вот я хотел бы начать разговор вообще, поскольку этот рассказ для учителей, и мы с вами понимаем, что должны ориентироваться на какую-то литературу, кроме учебника, при подготовке урока и рассказа о календаре. То я бы хотел начать рассказ вот о литературе, которую вообще мы можем с вами почитать. Вот здесь представлен список, может быть, его не очень четко всем видно, но потом будет доступен этот файл с презентацией, вы сможете поподробнее все это рассмотреть. Значит, все эти книги можно и нужно читать, но что очень важно помнить, уважаемые коллеги, практически все эти книги, за редчайшим исключением, они очень старые. Вот посмотрите, когда они были изданы, там, 50-40 лет назад, больше. То есть это книжки очень старые, они написаны квалифицированы людьми, но почти тоже все эти авторы, ну тоже за некоторым исключением, они не были специалистами ни в календаре, ни в хронологии. И у них, поскольку тогда, вы как прекрасно понимаете, не было интернета и библиотеки Гарвардского университета под рукой или там британского, британского, там, какого-нибудь там, Оксфортовской библиотеки, то, естественно, круг литературы, с помощью которой они готовились и писали эти книги, тоже был очень-очень ограничен. А ведь все основное о календаре и хронологии написано как раз-то на иностранных языках. Вот с этим, с этим вот, с этой памятью нужно иметь дело, помнить, что вот эти все книги, все-таки у них есть такой один глобальный недостаток. Но их можно, можно читать и нужно читать, потому что у нас вот под рукой так вот особо ничего-то и нет. А вот что нельзя просто читать категорически, я должен просто несколько слов об этой книге отдельно сказать, потому что это просто курьез какой-то. Вот напомню, была в 2009 году фантастическая история, как издательство «Эксмо» выпустило большую астрономическую энциклопедию, которая содержала там фантастическое количество ошибок. В год, кстати, астрономии, да, объявленной по всему миру, отмечаемой, объявленной ООН и ЮНЕСТО. Вот мы отметили с такой книжкой, она была изъята из продажи вообще, и та книжка, вот эта энциклопедия была номинирована на премию «Худшая книга года» и получил ее. Вот эта книга была издана в 1982 году, и она, в общем, может смело соперничать с книжкой «Эксмо», потому что это просто, ну, вы знаете, у меня нет слов просто, это какой-то курьез. Автор не понимает, о чем он пишет, он не понимает, что он не понимает, о чем он пишет, там какие-то перлые, просто грубейшие ошибки астрономические, чуть ли не на каждой странице. И что самое страшное? Самое страшное, что эта книга издана издательством «Просвещение» в рубрике «Книга для учащихся», то есть она издана специально для учеников. И, конечно, вот этот фантастический тираж почти в полмиллиона экземпляров, он меня просто приводит в ужас, потому что они же никуда не делись, эти книжки, хоть и прошло там уже 40 лет, вот юбилей она отмечает в этом году, но они же где-то есть, они стоят на полках библиотек, они где-то там в школах еще есть, поэтому я вот всех предупреждаю, что детям эти книжки читать нельзя, потому что ими можно нанести этой книжкой календарную травму просто детям. А вот для курьеза учителям, конечно, очень любопытно почитать. Ее можно использовать как задачник, найдите на этой странице пять глупостей или пять ошибок, если только в таких методических целях. Но вот есть вот такая книжка, совершенно уникальная, и, к сожалению, приходится об этом говорить и вообще просто кричать вовсе услышания. Я хотел бы вот помимо того списка, который я привел чуть выше, я бы хотел отдельно поговорить вот об этих шести книгах, несколько слов о них сказать. Почему? Потому что, в отличие от того списка, от тех авторов, эти книжки, они все написаны профессионалами в сферу интересов, в которую входит история календаря. Это, прежде всего, вот Энтони Авени, Элиас Бикерман, Бартелл Вандерварден и Джон Норд. Они вообще просто ведущие специалисты по истории науки, по истории астрономии и по истории, в частности, календаря и хронологии. Вот Жаклин де Бургуэн, книжечку, которую вы видите здесь в правом верхнем углу, календарь «История современности», она более скромная здесь, позиция занимает, но тоже, в общем, она неплохой специалист. А вот внизу справа вы видите книжку Себа Фалька «Светлые века». Наверняка, вот сегодня вы слушали лекцию Натальи Нарциссовой из Альпины, она наверняка о ней говорила, потому что эта книжка вообще самая свежая, она вот только начала продаваться и впервые появилась на Nonfiction месяц назад на выставке. Но я хочу о ней тоже несколько слов отдельно сказать, потому что в этой книжке есть целая глава, она называется «Исчисление времени», там примерно 50 страниц посвящены календарной теме. Кроме того, Себа Фальк – специалист высочайшего класса, он медиевист, он занимается историей науки Средневековья, и он прочитал огромное количество оригинальных текстов, рукописей латинских. И эта книжка содержит такое количество первичной информации, невероятной совершенно, и достоверной, что важно, что я всем очень ее рекомендую, тем более, что она сейчас только начала продаваться, и ее можно купить. Кстати, вот на самом деле, конечно, что касается купить, вот здесь вот уже на этой страничке вы видите, на этом слайде вы видите просто выходные данные этих книг, купить, конечно, все это непросто, но правда, сегодня какие-то книжки можно купить в электронном виде, вот того же Себа Фалька и, допустим, Джона Норта, вот эту толстенную историю астрономии, где много очень о календаре тоже есть. Какие-то книжки можно поискать у букинистов. Вот я, например, много лет охотился за книжкой фонтанели «Галилей», ну лет 10, наверное, я ее пас, и, наконец, вот я ее купил. Причем я ее купил очень интересно, сейчас есть такой бизнес, насколько я понимаю, есть люди, которые охотятся за библиотеками, которые остаются после людей, которые покинули нас. И вот как раз вот этого фонтанеля я купил вот такого вот предприимчивого товарища, он вот скупает эти библиотеки и потом книжечки уже поштучно распродает. Он мне сказал в разговоре, что у него там еще 50 тысяч неразобранных книг пришли. Вообще ничего себе, много там чего-то интересного у него еще есть. Я вот точно так же купил книжку еще одну интересную, мне ее букинистическую тоже, мне ее прислали из Уфы. Так что вот сегодня существует такой вот электронный букинист через Озон, где можно просто заявку оставить, и вам придет электронное письмо. На Авито тоже все это можно поискать. Вот я, кстати, Энтони Алини посмотрел сейчас вот перед лекцией. Вот он, кстати, сейчас продается, можно его купить у букиниста, пожалуйста, без проблем. Висит на Озоне. Вот что касается книг. Теперь я двигаюсь по вот тем блокам, которые я приготовил, и первый блок относит нас в самую даль. Вообще, вот мы всегда говорим, что действительно календарь, время, вообще вот это некоторая необходимость измерения, циклы какие-то. И вот самый, конечно, видимый такой визуализированный природой цикл – это смена лунных фаз. И вот во всех тех книжках, кстати, практически, которые там в первом списке, мало где говорится о том, насколько глубоко вообще уходит уже эта практика использования лунных, смены лунных фаз для уже практического измерения времени. Вот на территории нашей страны, во всей Европе, в Африке обнаружены костяные пластины, кости животных, например, вот бивни мамонта, вот вверху слева, это сибирская находка, фрагменты рога северного оленя, это в середине Франция, на которых мы наблюдаем различного рода отметинки, бороздки и лунки, предположительно точно подсчитанные и нанесенные. Все они относятся примерно к одному периоду. Вот, например, в середине представляна находка из Франции, как я уже сказал, относящаяся к позднему палеолиту. Это примерно 30-25 тысяч лет до нашей эры. То есть колоссальное время разделяет нас вот с этим уникальным совершенно артефактом. Некоторые насечки разбиты на группы по 30, что наводит на мысль, что мы имеем дело вообще с каким-то примитивным устройством для ведения счета лунных дней. И мы вот видим, что это старинная такая вот практика. И мне кажется, очень важно подчеркнуть, что это вот очень давно уходят эти корни в очень далекое прошлое. Далее. Я хотел вот сравнить, когда мы вот уже движемся в сторону государствления, территории, создания первых государств и цивилизаций, то мы прежде всего здесь говорим о Египте, Месопотамии, Китае, Индии. И я хотел как-то вот свести в какую-то единую вот табличку наше знание, причем используя некие первоисточники вот иноязычные. Ну вот я не смог ее заполнить целиком, но все-таки мне кажется, все-таки полезно нам с вами на нее посмотреть, потому что здесь есть некоторая интересная такая обобщающая сравнительная информация. И какие-то вот хочется сейчас еще о каких-то деталях здесь поговорить. Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание, что все древнейшие цивилизации начинали с лунного календаря. Этого нет в этой таблице, это я вот сейчас подойду к ней. Значит, они начинали с лунного календаря. Даже вот Египет, где, собственно, разговор идет об этом солнечном календаре, о котором мы сейчас будем говорить, все равно там тоже был лунный календарь и с него начинали все цивилизации. Я хочу сразу еще оговориться, что вот даты, которые здесь приведены, они очень приблизительные. Существует в источниках колоссальный разнобой, достигающий сотен лет. Некоторые авторы, причем весьма такие авторитетные, на что я обратил внимание, вообще избегают точных дат. Просто говорят там, ну вот там, древности и так далее, и так далее. Вот поэтому вот нужно это тоже, нужно иметь в виду. Значит, что касается самого вот левой верхней клеточки, где мы говорим про Египет и проявление солнечного года. Когда вот, хотелось бы специально поговорить о том, когда вот начал солнечный год конкурировать с лунным годом. Вот это было действительно впервые в Египте, как мы знаем, там это все было привязано к Сириусу даже больше, чем к Солнцу. Но тем не менее, год-то такой, он длиной солнечный практически, звездный год, солнечный год. И это действительно случилось в 3000, примерно году до нашей эры, когда был введен гражданский календарь. Он существовал параллельно. Никто лунный календарь не отменял в Египте. Этот календарь многие-многие годы, столетия существовал параллельно. Но это был основной государственный календарь. Он был невероятно удобен для бухгалтерии, для взимания налогов, для всякого рода продаж, контрактов, говоря современных языков, дат расчетов по этим контрактам и так далее. То есть это был календарь 365 дней. Он содержал 12 месяцев ровно по 30 дней. И тогда у нас получалось 360 дней. И 5 дней были такие, ну, если их так можно назвать, внекалендарные. То есть они просто в конце прибавлялись. Вот эти внекалендарные дни, они иногда приводили к курьезу в некоторых книжках, даже, кстати, в серьезных. Я говорю вот о русскоязычных книжках, где пишут, что вот буквально так, что египтяне сначала измерили год в 360 дней, а потом смотрели-смотрели, наблюдали-наблюдали и вот убедились в том, что 365 дней. Нет, это не соответствует той информации, которой мы сегодня располагаем. Это просто его структура. Так он был сделан. Египтяне уже тогда, они понимали, что год состоит из 365 дней. Но вот так его сделали для удобства практического, государственного. И этот календарь существовал параллельно, еще раз хочу подчеркнуть, с другими календарями, прежде всего лунным, который использовался для всевозможных религиозных целей. И мы понимаем, что и религия, и государство оказали колоссальное совершенно влияние на формирование календаря, на инициативу по его созданию для того, чтобы он просто существовал. Как к солнечному году присоединялись другие великие цивилизации? Ну вот примерно в 2400 году, насколько мы сегодня можем судить по той информации, которую располагаем, в 2440 году до нашей эры стали в Месопотамии добавлять 13-й месяц в лунный календарь, которым тогда тоже уже на этой территории, в Междуречье, уже пользовались. Причем он добавлялся, опять же, вот я не могу мимо пройти здесь роли государства, он добавлялся главным человеком в стране, царем. И вот сохранился от 1760 года указ вавилонского царя Камурапи, который, вот я здесь забыл закрыть кавычечку, но она, конечно, скрывается, который звучит следующим образом. Поскольку год не полон, пусть начинающийся новый месяц считается за второй месяц улулу, а полагающийся в Вавилоне на 25-й день месяц ташриту подать, пусть будет доставлено 25-го дня месяца улулу второго. Иными словами, о чем здесь идет речь? О том, что месяц ташриту, который обычно следует за месяцем улулу, он должен быть перенесен на 30 дней, чтобы календарь соответствовал природе. Для упорядочения нужно было вставить этот високосный месяц, как мы сейчас его назвали. И этот месяц назывался второй улулу. А поскольку по законам государства подать, о которой здесь идет речь, должна была вноситься 25-го дня месяца ташриту, то в этом указе специально указано, как вы видите, что месяц ташриту на 30 дней отъехал вперед, но подать никуда не делась. Она будет все равно в это физическое время вноситься. То есть вот доставлена должна быть 25-го дня месяца улулу второго. И вот такого рода указы выпускались регулярно раз в несколько лет, два-три года, в общем, в зависимости от разных обстоятельств. Но это все делалось очень нерегулярно. Потом, когда уже метонов цикл узнали и в Вавилоне, и в других цивилизациях, то тогда уже появился какой-то такой больший порядок. А так, в общем, конечно, если мы посмотрим с вами на историю, то, безусловно, разные правители имели колоссальную совершенно, колоссальную роль в добавлении или, наоборот, вычитании какого-то количества дней, месяцев. Вот достаточно вспомнить, когда готовился к введению Ильянский календарь. Мы помним, что в 45-м году он был введен до нашей эры. Так вот, для совпадения праздник со временами года, предыдущий год, 46-й год до нашей эры, было добавлено целых три высокосных месяца. И в этом году оказалось 445 дней. То есть он такой оказался вообще чуть ли не полуторный вообще по своей длине. Ну вот, мы помним, когда реформа совершилась Григорианского календаря, то там было убрано просто 10 дней. И вот обратите внимание, если мы будем двигаться от Хамурапи до сегодняшнего дня, насколько минимизировались возможности руководителей государства. То есть если Хамурапи там мог добавить месяц, а Юлий Цезарь там целых три добавленных месяца, то вот уже в новое время дело касалось уже там какого-то считанного дней. А сегодня можно говорить только вот о днях, о часах, вот эти так называемое летнее время, доводится час, убирается час или вообще прекращается эта система добавления и потом убирания его обратно. Ну и сегодня, конечно, государство, международное сообщество, научное, техническое и правительство стран, они, конечно, отвечают за секунду, потому что как раз секунда-то, как раз вот она сегодня серьезно отслеживается, чтобы все совпадало. Я иду по этой табличке еще. Вот 1700-е годы наши примерно в Китае добавлялся, 13-й месяц, там тоже стал год такой сложный, он на солнечный. И очень стабильно вот этот китайский календарь, он буквально несколько тысяч лет просуществовал, пока вот уже там чуть ли не в 17 веке были интегрированы в Китай уже европейские календарные системы. Индия, вот в отличие от трех других цивилизаций, отличалась невероятным разнообразием календарных схем, пока тоже Европа не пришла со своим уставом туда, на территорию Индии. Тут было и 11 дней добавлялись к лунному году в 354 дня, и 5 дней добавлялись в 60-е, так же, как вот в Египте это практиковалось, или добавлялся месяц раз, два или три года, как это делалось в Месопотамии. Ну, лунный месяц был очень важен для многих вещей, прежде всего для религиозных праздников, потому что вот в Египте, например, там очень многие праздники были связаны с луной, с лунными божествами. Вот посмотрите, как интересно, в Египте первый день невидимости луны считался началом месяца, как только мы перестаем увидеть вот этот первый месяц, в то время как в Месопотамии, да и вообще вот в Средиземноморском регионе, это было первое появление молодой луны, когда вот она, первый день, когда она видна. В Китае вот я не нашел, в первоисточниках, я как раз хотел специально, в каких-то совсем специально, в какой-то литературе посвященной этой профессиональной почитать, но вот не получилось у меня найти, поэтому здесь у меня пропуск. И вот Индия очень интересная, она отсчитывала месяц в Индии, не везде, но во многих регионах это было полнолуние. Начало суток тоже, видите, по-разному происходило. В Египте это был пасход, солнце фиксировался, утро, начало суток. В Месопотамии вот то, что мы сейчас делаем практически, и в Риме так было тоже, кстати, это от полночи отсчитывалось, отсчитывались сутки. В Китае наоборот по заходу солнца и в Индии, так же как в Египте, по восходу солнца. Теперь дальше вот от года через месяц и сутки мы приходим к делению суток уже на часы, подходим к часам. Здесь мне хотелось бы остановиться вот на, собственно говоря, историю, связанную с возникновением этого деления. Деление на часы, на 24 часа действительно приписывается Египту. Это было примерно в 2100 году до нашей эры. Но это были, во-первых, это были не просто 24 часа, а это было 10 дневных часов, 2 часа были сумеречных и 12 часов были ночных. И потом, и даже когда эти 2 часа сумеречных были подсоединены к дневным часам и стало 12 и 12, все равно очень долгое время эти часы были разной длины. То есть днем свои часы были, светлое время суток делилось на 12 часов, вне зависимости от того, какая была длина этого дня, меняющаяся в течение года, как мы с вами прекрасно знаем. И то же самое касается ночи. И только спустя, вот вы видите, сколько лет, в 1300 году до нашей эры, мы от того времени узнаем, что появились так называемые равноденственные одинаковые часы. Вот в сутки стали делиться на 24 одинаковых часа, но при этом параллельно использовалось также деление и вот на неравные часы, которые сохранялись очень долго, вплоть до 19 века, где-то использовалась вот такая форма счета часов внутри суток, когда были отдельно дневные часы своей длины и отдельно ночные часы. Одинаковые часы, их появление связывают часто с появлением предсидры, то есть водяных часов, которая стала активно использоваться в разных совершенно делах, начиная от каких-то религиозных, когда должна была быть какая-то там служба определенной длины. И тут вот эти разные часы, которые меняются от одня к одню, совершенно не годились, вплоть до такой любопытной вещи, что, например, когда Клипсидра пришла в Грецию, я немножко выйду за рамки этого, этой таблички, но очень любопытный факт. Клипсидра была очень активно использована в греческих судах для того, чтобы отдать равное время, представлять интересы от обвиняемой стороны, защищающей стороны. Вот Клипсидра вот в этом активно использовалась. Как раз она такую возможность предоставляла, отсекая равные промежутки времени. Ну и, наконец, последняя единица, о которой вот здесь я хочу сказать, это неделя. Мы ее условно называем, потому что, вообще говоря, в Китае вообще не было такого понятия недели, но там были интервалы, месяц разбивался на три части по 10 дней. И в Египте точно так же. А вот в Месопотамии это была семидневная неделя, собственно, оттуда она и пришла и распространилась по всему миру. И вот она такая невероятно устойчивая, это семидневная неделя, я буду сейчас еще об этом говорить. А потом она тоже пришла в Индию, и вот в Индии тоже семидневная неделя. Календарь, видите, он все-таки, эта вещь невероятно устойчивая. Вот этот египетский календарь постепенно пришел в Рим. Там были сделаны соответствующие реформы, появился Юлианский календарь, потом он трансформировался в Григорианский календарь. Небольшая поправочка, в общем-то, была, и мы, по сути дела, сегодня поздним с вами немножко модифицированным Юлианским календарем. Эта модификация была сделана в XVI веке римским папой Григорием XIII. И предпринимались еще попытки, попытки реформирования календаря. Но вот он проявил свою невероятную устойчивость, и мне бы сейчас хотелось вот эти две истории вспомнить, когда были такие довольно массированные попытки. Первая была предпринята во Франции в период революции, и Национальный конвент в 1793 году в своем таком атеистическом запале предпринял совершенно грандиозную атаку. Вот на этот, по сути дела, христианский календарь, потому что за календарь в то время и в средние века в Европе отвечала церковь католическая. Вот здесь замене вообще подлежало практически все, что только можно. Начало летосчисления, начало года, количество дней в месяцах и их названия, число дней в неделе и даже количество часов в сутки. Вот все, все нужно было заменить. Новый счет готов, вот конвент постановился считать с 22 сентября 1792 года, дня уничтожения королевской власти. Каждый из 12 месяцев года теперь содержал равное количество дней, а именно 30. Старые, это вот привет, привет египетскому календарю через 5000 лет, был послан в Египет. Старые римские названия месяцев были заменены на новые, отражающие явления природы, метеорологические явления и сельскохозяйственные особенности французского климата. Вот помните роман Эмилия Золя «Жарминаль»? Тут хороший пример, что название романа – это вот седьмой месяц революционного календаря. Первый весенний месяц в переводе означает месяц ростков, побегов, ну в общем такой месяц прорастания. Французский календарь ушел от недели, семидневной, и вот здесь, конечно, не очень хорошего качества картиночка, но по крайней мере мы с вами видим, что месяц был разделен на три части по 10 дней. Вот эти десятидневочки, вот здесь мы хорошо их с вами видим по всему календарю. Вот семидневная неделя, как пережиток старого быта, была просто упразднена, отпали ее названия. Вместо нее теперь вот эти возникли три десятьмирные декады, каждый месяц делился ровно на три по десять. Последний день декады предназначался для отдыха госслужащих, а вот гражданам предполагалось выбирать выходные дни самостоятельно. Поэтому вот такого устойчивого дня для всех не было, а только для государственных служащих. Дни декады получили названия, образованные от латинских порядковых числительных. 12 месяцев по 30 дней, вот это 360 дней, оставшиеся пять дней или шесть бесокосные годы были объявлены особыми праздничными днями в честь доблести, таланта, труда, мнений, наград. И вот, наконец, в честь революции, шестой день, но только раз в четыре года, то есть они так поскромничали. То есть это тоже еще один привет к календарю египетскому через пять тысяч лет, когда пять дней, они вне календаря и вне счета дней. Сутки теперь делились на 10 часов. Трудно поверить, как это было сделано. И вот сохранились, обратите внимание вот на эту книжечку, которую я вам показывал, книжку французского автора. Вот здесь на обложке часики такие, вот она не случайно их вынесла, потому что это, конечно, невероятный курьез, раритет. Я вот такие не нашел, ну почти, почти близкие очень нашел. Вот могу вам показать. Вот были такие часы, вот вообще удивительно совершенно. Смотрите, здесь два циферблата, вот один как раз 10-часовой, ну а второй вот сделан здесь 12-часовой. Для тех, кто все-таки хочет как-то по-старому жить. Вот это как выглядело здесь, вот на обрезочке мы видим побольше, как выглядел этот, эти часы, вот такие часы вообще, надо сказать, были вот еще разные, совершенно на любой вкус. Вообще рай для индустрии, кстати, всем надо новые часы было сделать. Я думаю, что озолотились производители часов в те немногочисленные годы, когда все это было. Но часы были самые разные. Вот можно было вот такие часики купить с двумя циферблатами, пожалуйста. Здесь внутри вы видите циферблат 10-часовой, а снаружи, соответственно, ну 24-часовой, понятное дело, потому что вот уже тут 12 часов не впишется сюда. Вот, пожалуйста, просто, пожалуйста, с крышечкой часы вам, вот тут минут 100, часов 10, секунд тоже 100. Или вот такие шикарные, можно сюда цепочку приступить, положить в карман тоже, вот, пожалуйста, 10 часов, 100 минут и 100 секунд отдельный циферблат секундный. Ну, а если вы хотите, вот на предыдущем кадре там два циферблата было, если 12-часовой, привычный для нас циферблат, то вот можно было такие часики купить для привычного 12-часового циферблата. Вот, все было, все было заменено, но эта радикальная календарная реформа, как мы с вами помним, она продержалась не так долго, 13 лет всего, и после чего полностью был восстановлен Григорианский календарь, и все, все остальное тоже было восстановлено. Вторая, такая достаточно массированная атака, она традиционно еще дней была предпринята в нашей стране, в Советском Союзе, тогда он назывался, в 29-м году, и вообще вот эта история, мне хочется особенно о ней рассказать, потому что вот эта история, она удивительная, с одной стороны, любопытная очень, со второй стороны, и с третьей стороны, вообще почти ничего не почитать о ней, просто ничего нет. Вот, в свое время я даже пошел в библиотеку, которая раньше называлась, Ленинка, вот там специальный зал графический, и вот нашел вот календарь, такой вот настенный, который вешался, и сейчас вот имею возможность показать вам картинки, которые я сам там из него поснимал. Ну, а какие-то я просто взял еще из доступных источников. Так вот, 29, простите, 26 августа 1929 года было опубликовано постановление Совета народных комиссаров СССР о переходе на непрерывное производство предприятий и учреждений Союза СССР. Так называлось это постановление. Новый календарь получил сокращенное название «Непрерывка», мы вот видим это слово здесь влево-влево вверху. Вдохновленный французским примером, этот вот советский производственный календарь тоже содержал 360 дней. Разбит он был на 72 пятидневные недели. Вот недели содержали 5 дней. Пятидневка. Плюс еще 5 добавочных тоже праздничных дней. День Ленина 22 января, дни интернационала 1-2 мая, день празднования пролетарской революции 7-8 ноября. Эти дни не включались в календарную пятидневную сетку. Но вот в отличие от французского календаря, где там просто запрещалось вообще использовать старый календарь под угрозой каких-то наказаний. Но достаточно вспомнить еще вот любопытная деталь про французский календарь. Вот запрещалось праздновать Новый год 1 января. Просто запрещалось. В этот день на почте вскрывались письма и смотрели там нет ли поздравлений. Если было поздравление, это письмо уничтожалось. Вот до чего доходило. Вот в отличие от французского такого жесткого отношения к старому календарю, Кригренский календарь не отменялся. То есть в жизни люди его использовали. Но он задвигался на второй план и вся работа, все производство происходило вот по этому новому календарю. И для удобства выпускались вот такие табели календари непрерывка. Потому что все рабочие служащие были разделены на пять групп, Которые поочередно трудились четыре дня из пяти. Каждая группа почти как кварки в стандартной модели элементарных частиц современной физики имели свои цвета для удобства. Желтый, такой это розово-коричневый, он в разных этих табелях, немножко разного цвета. Красный, синий, фиолетовый, зеленый. И вот перед нами вы видите первый этапик календарь непрерывки на 29-30-е годы, потому что это непрерывку запустили в конце 29-го года. Вот он так вот раскрашиваем эти пять цветов и в нижней части мы читаем «Запомни только свой цвет, ты всегда будешь знать свой день отдыха». То есть вот как это все выглядело. Вот есть на производстве 100 человек сотрудников. Каждый день у организации, у завода, неважно что, нет никаких выходных. Каждый день это работает, но каждый день работает 80%, а 20% отдыхают. И вот так у каждой группы есть свой какой-то выходной день. Было много всяких вот таких табелей и календарей непрерывок. Некоторые выпускались вот таким вот образом, любопытно. Тут вот не цвета были, а некий символ. Вот тут молоток, ну серпомолот, естественно, что еще может быть, да? Серпомолот, самолетик, книжка и красный флаг. Пожалуйста, внизу читаем. Следует запомнить фигуру, обозначение своего выходного дня. И это даст вам возможность всегда безошибочно определять время очередного отдыха. Дни в пятидневке, как и во французском календаре, просто номеровались. Один, два, три, четыре, пять. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Новые установленные пять праздников, о которых я говорил, вот вне календарные, и они не учитывались в счете дней. Вот так, например, посмотрите, вот что я тут хотел показать. Вот здесь вот внизу. Слева май, видите? Значит, первое, второе мая, такие вне календарные дни. Вот у нас третье число, пятый день, а вот последний день апреля, тридцатый число, это был второй день. И так что вот непрерывка, она действительно была абсолютная непрерывка, ничего не прерывалось. Ну вот вы можете посмотреть на другие странички этого настенного календаря, очень-очень колоритная картина. Новый календарь нашел свое отражение в художественной литературе. Вот если мы с вами откроем Ильфа и Петрова «Золотой теленок», а эта книжка была закончена авторами в тридцать первом году, как раз в год разгара этой реформы, то вот что мы читаем, вот что мы читаем. Когда методологическо-педагогический сектор перешел на непрерывную неделю, и вместо чистого воскресенья днями отдыха в Воробьево стали какие-то фиолетовые. Пятые числа он с отвращением и схлопотал себе пенсию и поселился далеко за городом. Да, вот фиолетовые числа внизу, вы видите, вот они тут, фиолетовая тоже есть. Ему как раз достался фиолетовый цвет. Но мало кто мог себе позволить такую роскошь, вот отправиться за город. Для подавляющего числа граждан СССР введенная организация производства имела вообще просто разрушительные последствия для личной и общественной жизни, так как выходные у людей не совпадали, стало невозможно проводить хотя бы день один в кругу семьи, устанавливать какие-то общественные мероприятия в дневное время. Поэтому вот эта пагубная непрерывка, она просуществовала всего два года. И потом ее отменили. Ее вместо пятидневки ввели шестидневную неделю. Ну, это вот еще пятидневка, такой вот еще календарик. Здесь мы можем посмотреть еще один вариант. Вот на 32-й год он был выпущен. Видите, вот раз, два, три, четыре, пять. Здесь вот только мы не видим цветов. Ну, это такой более простой вариант. Но наряду с ним здесь вот еще добавлен обычный календарь, чтобы можно было как-то их в соответствии приводить. Так вот, отменен был. Отменена была пятидневка, и вместо нее ввели шестидневную неделю. И выходные уже были общие. Но воскресенье так и не было восстановлено. Это антирелигиозная битва, потому что эта реформа имела не только производство, но еще и тоже антирелигиозную направленность. Это битва антирелигиозная продолжалась. Вот посмотрите, здесь что мы внизу читаем. Общие выходные дни. Вот шестое, 12, 18, 24, 30 числа каждого месяца. Ну, вот в апреле хорошо посмотреть, они здесь жирно выделены. Вот они обозначены. Шестой выходной, 12, 18, 24 и 30. Это тоже были каждый шестой день выходные. И пяти, и шестидневка встретили невероятное сопротивление со стороны христианства, которое продолжало жить в старом привычном недельном цикле, в семидневном, что проявлялось, как вы думаете, в работе базара. Каждый седьмой день они работали, и, собственно, это был день воскресенья. Вот так вот люди помнили, что существует воскресенье. Можно сходить на базар, он в этот день работал. Летские традиции оказались сильнее искусственных нововведений и продержались, правда, в СССР на три года меньше, чем во Франции. В сороковом году правительство восстановило семидневную неделю, и вот эта календарная реформа была свернута. Вернулась семидневная неделя, вернулся понедельник, вторник, среда, четвертый, пятница, суббота и воскресенье. Как мы в русском языке называем эти дни, ну, происхождение их понятно. Понедельник – это после недели, раньше воскресенье называлось неделей, когда мы ничего не делаем. Дальше дни числительные, там второй, средний, четвертый, пятый, ну, суббота – это понятно, от шабаша, ну, и воскресенье тоже понятно, это христианский праздник. А вот в других языках, если мы посмотрим вот на эту табличку, в европейских языках, в латыни, названия дни и недели отнесены к планетам. Вот если мы посмотрим с вами на латынь, прежде всего тут в равной степени в разных языках, и в английском, и во французском в большей степени, в итальянском, там меньше английском, испанском, мы увидим, что суббота – это день Сатурна, воскресенье – это день Солнца, понедельник – это день Луны, вторник – Марса, среда – Меркурия, четверг – Юпитера, пятница – Венера. И я по своему опыту знаю, что это, ребята, очень интересует, а что за порядок такой вообще, почему в таком порядке, в странном, на наш взгляд, планеты соотносятся днями недели. Вот я хочу вам подробно рассказать, чтобы это было абсолютно прозрачно, почему так произошло. Для этого нам надо вспомнить, как в системе мира Птолемея располагались планеты по отношению к Земле. Если мы сверху пойдем, то это Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий и Луна. Вот семь блуждающих светил, семь планет, и от древнего Вавилона, это из дальней какой-то истории, точно трудно сказать, вот пришла традиция, что за каждый час отвечает какая-то планета. Вот если мы начнем с субботы, здесь видите, вот не неделя, а это часы, часы, 24 часа в сутках, в Вавилоне тоже вот на тот момент, когда это все было, уже было 24 часа. Значит, в субботу первый час начинался день с Татурна, и потом вот в том порядке, как располагаются планеты в системе мира Птолемея. Ну и у Вавилонян то же самое было. Значит, вот Юпитер по синагическому периоду, у них такая плоская была картинка, а не было пространственное, но по синагическому периоду точно так же они выстраиваются. Значит, после Сатурна Юпитер вторым часом командовал, дня, потом Марс, потом Солнце, потом Венера, Меркурий, Луна. И снова Сатурн и так далее, и так далее, и так далее. Но поскольку вообще семидневная неделя – это удивительная совершенно конструкция, потому что она не вписывается никуда. Ни количество недель в году, ни количество недель в месяце, ни вот здесь тоже, если мы будем брать семь этих планет, в 24 часа они никак не вписываются. Но все равно это все здесь присутствует. Так вот, когда мы доходим до 21 часа, где заканчивается очередной цикл, мы дальше начинаем идти от Сатурна, Юпитера, Марса. И оп, на следующий день первый час – это час Солнца. А день днем командовала планета, которая отвечала за первый час. И вот если мы этой таблице дальше вот так пойдем, можно посмотреть, то вот откуда берется вот это расположение планет. Сатурн, Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера. То есть все время смещается на три, и вот получается вот такой порядок планет. Вот в чем здесь история, в чем заключается. И, наконец, последний блок моего рассказа. Перед тем, как я немножко расскажу о школьном календаре, я хотел бы от… Ага, значит, что-то у меня этой картинки, слушайте, она у меня выскочила. Ну, хорошо. Значит, такая картинка была просто заставка, я тогда на фоне вот этой расскажу. Очень интересная история связана с самой маленькой единицей, с секундой. Мы вот сейчас от больших, от календарных единиц переходим к единице времени, к секунде. И вот, что я хотел о ней сказать. Можно сказать, последние новости, может быть, даже не все об этом знают. В середине 20 века, ну, как это уже все знают, конечно, выяснилось, что Земля обращается неравномерно, и сутки в течение года немножко отличаются вдруг от друга. Когда, как мы с вами помним, астрономы ушли от суток, как эталонные единицы времени, и доверились году, содержащему строго определенное количество секунд. В конце 60-х годов прошлого 20 века оказалось, что и продолжительность года совсем немного, но все-таки тоже меняется. И произошло такое революционное событие, жезло хранителя точного времени с честью принесенной астрономии через века оказался на самом деле стабильной палочкой, и ее пришлось передать физике, оснащенной высокоточными атомными часами. И теперь не небесное явление задает длину секунды, а процессы, происходящие внутри атома цезия. Но это тоже такой некий своеобразный маятник, атомный маятник. И если эту метафору продолжать, то количество его колебаний подобрано таким образом, чтобы атомная секунда по своей продолжительности максимально соответствовала прежней секунде, которой пользовались астрономы. Сегодня продолжается соизмерение вот этого атомных суток этих с солнечными сутками, и все-таки оказалось, что солнечные сутки не содержат целое число атомных секунд, и за год эта ошибка накапливается и достигает несколько десятых долей секунды. Ну, по крайней мере, когда ее вводили, так было. А сейчас я скажу, как сейчас, чуть позже. К этому также вот еще добавляют всякие случайные факторы, которые приводят к неравномерности вращения Земли сезонные. Ну, в общем, чтобы астрономические явления не уходили далеко от равномерного атомного, решили его подправлять. И это исправление доверили такой вот добавленной, дополнительной, високосной, если хотите, секунде. Но вот, к сожалению, эта високосная секунда, в отличие от високосного дня, который мы четко каждые 4 года сейчас добавляем, там, вековые годы, наоборот, не добавляем, вот она совершенно непредсказуема. Потому что мы не знаем, как будет Земля в течение года себя вести, и поэтому по факту, собственно, она добавлялась всегда и добавляется по факту. Если она накопилась до секунды, там, накопилась уже, и было принято ее добавлять. Причем добавлять можно в конце суток два раза в год, 30 июня и 31 декабря. Вот сейчас юбилей в этом году в вышедшем, можно сказать, произошел, потому что 50 лет назад, в 72 году, ну, вот в этом году уже 71 год, 51 год будет, была добавлена, была добавлена впервые вот эта дополнительная секунда, и много лет подряд, почти каждый год, ее добавляют иногда даже два раза в год. Вот статистика за прошедшие годы. С 72 года по 98, то есть за 27 лет, было добавлено 22 секунды. А вот последующие 22 года, с 99 по 21 год, только 5 секунд. То есть в 21 веке выяснилось замедление вращения Земли, которое, в общем, имеет систематический характер, и мы знаем, что оно обусловлено преливным влиянием Луны и Солнца, оно само замедлилось, и сейчас наша планета вращается быстрее, чем полвека назад. И непонятно, почему это происходит. В зависимости от того, насколько ускорится это вращение Земли или не ускорится, и вообще сохранится ли эта тенденция, совершенно непонятно. Но, возможно, придется принимать какие-то меры. В настоящее время вот существует даже опасение, что скорость вращения увеличится настолько, что сегодня уже сутки не отличаются на несколько долей, как я уже говорил, а практически равны. А вдруг придется отрицательную дополнительную секунду вставлять, но это вообще мы не представим себе, как это можно будет сделать. Очень сложные вопросы возникают, потому что отрицательная секунда поставила перед специалистами бы вообще просто целый ряд новых абсолютно проблем, непонятно, как их надо решать. Этого никогда не было, и программное обеспечение вообще непонятно, как будет работать. Никогда не тестировалось, чтобы отнять секунду. Главная основа интернета – это непрерывность времени. И если мы повторяем секунду, как вот происходит в эти дни, когда ее добавляют, все это может сбить вообще всю систему любую. И для нас важно, чтобы был какой-то постоянный поток данных. А здесь вот происходит некий такой искусственный, но сбой. Весокосные секунды также являются источником сложности для финансовой отрасли, потому что каждая транзакция банковская, там какая угодно, она имеет свою уникальную отметку времени. А если последние секунды часа повторяются дважды, то это уже потенциальная проблема. И вот некоторые компании, крупнейшие компании, искали свое собственное решение, как вообще вот с этим днем быть, когда эта секунда будет добавлена. Не хотели добавлять эту дополнительную секунду. И вот, например, компания Google, она практиковала размывание времени. То есть в этот день, он был заранее объявлен, когда еще будет дополнительная секунда, они ее не вводили, но вместо этого они удлиняли искусственную длину каждой секунды в течение суток так, чтобы вот это время с учетом той секунды, оно в точности соответствовало времени в случае добавления еще одной секунды. Ну вот это не соответственно между стандартам, но Google вот так вот поступал. И вот совсем недавно, буквально вот в ноябре, представители правительства всего мира на генеральной конференции по мерам и весам, следуя, кстати, призывам крупнейших компаний, тут очень мощно лоббировал и Google, и другие крупнейшие гиганты, интернет-гиганты, приняли решение вообще отказаться от практики добавления високосных секунд с 2035 года. Минимум на 100 лет. Если вот тенденция вообще возникновения этих дополнительных секунд сохранится, то астрономическое время разойдет примерно на одну минуту. Ну вот если сохранится, а если будет вот эта тенденция, проявившаяся в 20 веке, она сохранится или как-то усилится, то непонятно, что будет. Но в любом случае договорились, что в течение ближайших трех лет будут проведены международные консультации по вопросу о том, как вообще поступать дальше. Вдруг, если будет какой, какой надо вообще установить этот верхний предел рассинхронизации двух систем времени, нужно ли устанавливать. В общем, в ближайшие три года вся эта история прояснится. А вообще, поскольку отложили на 100 лет, может быть, в 22 веке специалисты найдут какой-то более элегантный способ перенастройки атомного и астрономического времени, чем эта дополнительная секунда. А может, и вообще нужды не будет ее вводить. То есть вот будущее покажет. Но вот такие приключения сегодня происходят с самой короткой единицей измерения времени в секунды. И последнее, о чем бы я хотел сегодня рассказать, это школьный астрономический календарь, который вот уже два года и будет вот третий, называется немножко по-другому. Немножко я давайте о нем расскажу, об истории, что сегодня происходит и что мы будем делать с ним дальше. Школьный астрономический календарь начал выпускаться в 1951 году. Вот здесь вот на этом коллаже я сделал картинки всех возможных дизайнов обложки. Вот они менялись вот несколько раз, вот тут примерно 12 раз, да, 12 раз. Вот все варианты, какие вы здесь видите. Это издание было начато в 1951 году. Изначально к нему было подключено много уважаемых людей в то время, связанных и с Пединститутом, и с ВАГО, Всесоюзным астрономом и геодическим обществом, и с Московским планетарием. Это были и преподаватели Попов и Набоков, и Зигель, и Шишаков, и Парцевский, и Дагаев Михаил Михайлович потом подключился. И вот, собственно, он с 1956 года этим календарем занимался вплоть до календаря 88 дробь 89. До, сейчас я скажу об этом тоже, значит, до 1972 года, с 1951, календарь выпускался на календарный год. Потом, вот когда Михаил Михайлович Дагаев стал единоличным состоителем календаря 73-74 года, и по нынешнее время он издается на учебный год. И когда Михаил Михайлович скончался, я вот этот календарь принял с 89-90, и вот уже, да, 34 выпуска вышли при моем активном участии, и вот сейчас 35-й уже, всего 73, вот здесь последний этот календарь представлен, который сегодня действует на 22-23, текущий учебный год, и уже подготовлен следующий на 23-24 учебный год подготовлен календарь. Я должен с гордостью сказать, что несмотря на все перипетии, которые происходят вокруг нас, этот календарь тоже смело можно назвать непрерывкой, потому что непрерывно 74 года он издается, несмотря на то, что поменялись страны, государства на все эти кризисы, 98-й год, там, 1998 год, 99-й там сложности были, 2008-й там и так далее, астрономию выкинули из школы, издательства там отказывались, просвещение перестало, потом, значит, когда астрономию в нулевые годы исключили из школьной программы, и Дрофа, которая стала его издавать вот с вот этого года, 98-го, 99-го появился тогда вот новый макет, видите, такая обложечка более красочная, там, цветной он стал, вот, значит, все это, вот, несмотря на все это, все-таки вот нам удается поддерживать это издание в рабочем состоянии, то есть каждый год вот в Индополож оно издается, и я очень благодарен Востокскому планетарию, который много лет поддерживал это издание вот с 11-го, 19-го года, потом, когда астрономию вернули в 17-м году в школьную программу как обязательный предмет, мы вели переговоры с издательством Дрофа, чтобы вернуть этот календарь в издательство, книжки которого могут школы покупать за госденьги, потому что планетарий, к сожалению, не имел такой возможности, и вот это один-единственный был под эгидой Дрофы издан, пока он издавался Дрофу и прочее издательство, купило издательство Просвещение, сегодня, как вы знаете, это, как и в добрые советские времена, единственное издательство, которое выпускает учебники, и Просвещение сказал, что, ну, вот календарь, какое-то мелкие издания, мы не будем этим заниматься, а тиражи вообще менялись так, когда календарь появился, в самом первом, там были такие тиражи, там 25-35 тысяч, потом, когда вот в конце 60-х годов произошла некая реформа, больше стали внимания уделять физико-математическим предметам, просто фантастический был рост, просто в календаре наблюдалось ускоренное расширение тиража, как во Вселенной сегодня, и к моменту, когда вот я его принял, вот этот календарь, вот этот, он, прошу прощения, он вышел тиражом 500 тысяч экземпляров, 500 тысяч экземпляров, и все последующие годы тираж, в общем, уменьшался, 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 и сегодня, после того, как вот Просвещение отказалось от издания, нам удалось договориться с издательством ОСТ, им тоже огромное спасибо, вот они два года выпустили, сейчас третий пойдет уже, он выходит тиражом, вот их вышел сначала три, потом выяснилось, что они не могут так быстро его продать, вот последний календарь, сейчас он вышел тиражом 2000 экземпляров, он поменял абсолютно макет, это теперь не на скрепке такая мягенькая брошюрочка, это книжка прямо настоящая, книжечка такая в твердом переплете, совершенно новый макет, мы еще добавили туда, теперь я вам несколько слов скажу, о содержании, значит, что собой сегодня представляет календарь, он состоит из четырех частей, этот календарь, значит, первая часть этого календаря наблюдателя, где на каждый месяц приведены всевозможные события, которые происходят, и по дням, и по часам, по московскому времени там мы все читаем, здесь вот в основу положено время, вот кому надо посмотреть, вот сегодня, что мы хотим наблюдать, завтра, через неделю, в какой-то день нам важен, в случае, если будет погода хорошая, что-то в этот день понаблюдать, значит, пожалуйста, открываем первый раздел календаря, дальше, второй раздел, это справочник наблюдателя, он такой пообъектный уже, там представлены все, 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 что теперь по объектам, планеты, скопления, звезды, метеорные потоки, гуманности, галактики и так далее, то есть вы теперь хотите, у вас критерии поиска никогда, а что, вы хотите что-то конкретное посмотреть, Марс там хотите посмотреть, метеорный поток хотите понаблюдать, затмение хотите увидеть, посмотреть, когда они происходят, пожалуйста, вот вторая часть календаря, открываете и смотрите, находите там нужный вам объект и видите, смотрите, когда можно его отнаблюдать. Третий раздел, тоже довольно-таки такой большой, это памятные даты, здесь вы найдете очерки о большом количестве, обычно там несколько десятков, юбилейных всевозможных событиях, связанных с нашей вот древнейшей, глубочайшей историей астрономии, это и юбилеи выдающихся ученых, это и какие-то другие события, открытия каких-то объектов астрономических, законов новых, может быть это вот в строе каких-то новых крупных телескопов, в общем, вот всякого рода события здесь отмечаются юбилейные. Ну и наконец, последний раздел, это приложение, в котором, в котором прежде всего я бы хотел обратить внимание на список рекомендуемой литературы, вот я этот список веду уже больше 20 лет, как он начал появляться вот с тех пор, как Дрофа первый раз в 2008 году стал издавать, я его каждый год обновляю, он большой, мне кажется, что очень важно вообще в силу того, что сложно с книгами, я считаю, что там должно быть ну вот по максимуму, мало ли, кому какая книжка попадется, или наоборот хотите посмотреть, а что вообще есть, что вообще есть, и что мне было бы доступно, вот такой большой список, который каждый год обновляется, я что-то выкидываю из него, что-то добавляю, вот, например, книжка Фалька, вот эта прекрасная книжка, с лета и века, вот она добавлена в новый список, и другие книжки, и появятся вот в школьном календаре на следующий учебный год, и кроме того, вот несколько лет назад мы еще ввели раздел, современные, это астрономические сайты, и приложения, я в свое время, когда мы его вводили, несколько лет назад, провел такой большой поиск в Рунете, я просмотрел буквально штук 500, наверное, сайтов, связанных с астрономией, и, ну, субъективное, конечно, дело, но я отобрал где-то одну десятую, там где-то примерно 50 сайтов, которые, на мой взгляд, можно рекомендовать, и вы вот здесь в календаре найдете их такое краткое описание, что они собой представляют, ну и конец совсем малюсенький здесь раздел, в конце это вот приложение, буквально их всего 4 штуки, приложение для смартфона, здесь есть QR-код, то есть вы можете прям взять календарь, навести своим телефоном на QR-код, и у вас это приложение загрузится, вы можете им пользоваться, всякие приложения для наблюдения звездного неба, там пазы, луны, погодные условия, и для наблюдения планеты, в общем, вот такие дела. Вот что касается будущего, то вот я сказал, значит, пока издательство АСТ готово с нами работать, вот в рамках вот этого двухтысячного тиража, вот на этот учебный год, что будет дальше, ну, просто я не представляю себе. Конечно, мы будем прикладывать всяческие усилия, чтобы этот календарь существовал, потому что я знаю, есть многие, кому нужен, ну, многие относительно, конечно, не 500 тысяч сейчас уже, я вообще не представляю себе, куда этот тираж уходил, 500 тысячный, но ГОСАГАС тогда существовал, вот, но вот эти две тысячи, они реально нужны и уходят, потому что вот календарь на этот учебный год, то, что было у АСТ, они там участие немножко отдали, но вот то, что у них полторы тысячи экземпляров было, они его уже продали, то есть вот его раскупили за несколько месяцев, понимаете, это же не просто книжка, которая может годами продаваться, в чем вот недостаток, скажем, календаря, это календарь, который начинается, если его там летом продавать, хорошо, но начиная с сентября, он каждый месяц, ну, будем говорить, становится дешевле на 17-ую часть, вот, потому что в октябре он уже нужен не всем, кто-то хотел в сентябре, а его подержать в руках не смог, вот, или там, как-то не дотянулся до него, ну, в общем, его надо продавать, конечно, осенью, как можно раньше, и поэтому всего лишь несколько месяцев есть шанс у него на распродаться, все то, что не продано, это все идет просто в макулатуру, вот, поэтому пока мы вот остановились на таком тираже, который расходится, это не так много, но вот его покупают, к тому же, как мы с вами знаем, сейчас астрономию снова исключили из списка обязательных предметов, поэтому, естественно, и принудительным образом, если там что-то покупали, школы, то это тоже будет, скорее всего, меньше, но будем работать, будем его делать, и вот, если сейчас у вас какие-то есть соображения по поводу календаря, мне, например, хотел услышать от вас на школьный учебный год, мы его издаем, а может вернуться к изданию на календарный год, вот что скажете по этому поводу, ну, или какие-то еще вопросы, вот, значит, я на этом заканчиваю, спасибо большое за внимание, если какие-то есть вопросы, то давайте мы сейчас с вами все это обсудим, Михаил, спасибо за лекцию, за рассказ, у нас есть вопросы, так, Дмитрий Эпштейн тянет руку, пожалуйста. Михаил, говорю, спасибо большое за очень подробный и интересный рассказ про школьного календаря, так и за школьный астрономический календарь, из-за становления часов, у меня, собственно, про календарь часы вопросов очень накопилось, некоторое количество, я видел, вы показали множество разных циферблатов, часов, рассказали там про клипсидру и прочее, но я как-то не услышал, а почему, собственно, на наших обычных бытовых часах прижилось-то 12 часов, а не 24, потому что вот у меня среди прочих артефактов домашних хранятся вот такие прекрасные часы, в которых циферблат суточный, вот, артефакт, я про него отдельный вопрос задам, но вот как получилось так, что часы стали 12-часовыми? Я думаю, что это пришло от вот этого самого деления отдельно дня на 12 часов и отдельно ночью на 12 часов. То есть вы тоже склоняетесь к традиции, по-моему, это шумерская, да, традиция 12 плюс 12? Это идет еще от Египта, потом шумер это перешло или, может быть, там независимо возникло, но позднее. Да, ну то есть это идет все оттуда, да, и когда мы первые, кстати, были, вот если мы посмотрим там какие-то башенные часы, там первые, у которых еще только часовая стрелка, там мы найдем 24-часовые циферблаты. Ну, те, которые нагоняли. есть вот это деление на 12 ночи, 12 дней, два раза, чтобы они по кругу прошли, вот так, но вы абсолютно правы, у вас прекрасный артефакт, вот в свое время, я помню, еще в Советском Союзе в магазинах какой-то был наш часовой, там вот на Ленинградском шоссе. у нас 2 фабрики, ну, Михаил, я... Да-да-да, ну, вот там продавались космические часы, часы космонавтов, вот там был... Ну, вот у меня с этой серии, да, но уже на воде. Собственно говоря, вот по этой причине у меня второй вопрос. А скажите, что там с часами у нас, собственно говоря, на МКС? Вы не упомянули про это дело. И на полусах? Про МКС вообще ничего не знаю. ну... Хорошо. Они по московскому времени там, наверное, живут, но это моя фантазия. А полярники не знаете? Как там... Вот на Северном полюсе как время измеряют на Южном полюсе? У них же там нет меридиани. На Северном полюсе, слава богу, не надо измерять, потому что там, в общем, никого нет. А вот на Южном там работают... Вы знаете, я думаю... Опять же, я ничего не знаю про это. К сожалению, не могу ответить на вопрос. Но я могу пофантазировать. Я думаю, что каждая экспедиция, которая там существует, они достаточно изолированно там пребывают. Вот. Она живет по своему какому-то там столичному времени. Вот. Не знаю. Вот интересный вопрос. Слушай, вопрос еще про календарь. Теперь от часов к календарям хочется прийти. Скажите, я вот не увидел вас... У вас много разных классных календарей начала 20 века, показано в советских. А на 18-й год, на январь-февраль... Вы имеете в виду, когда убрали вот эти... Там, где календарь идет после 31 января, сразу 14-й год. Да, да, да. Ну, вы знаете... Вы не стали показывать, по какой причине... Я никогда это не видел. И вот поскольку эту тему сейчас я не затрагивал, я даже не искал. Но вообще очень любопытная тема тоже. На самом деле, я находил календарь, если интересно, а потом вам вышли. Возможно, что выпускали календари, где там не было этих идей. Надо еще просто посмотреть. Вы знаете, надо посмотреть постановление, насколько оно было заранее выпущено. Вот это. Я сейчас не вспомнил, потому что же было постановление о переходе на Григрянский календарь. Вот насколько оно было заранее, насколько его смогли отработать типографии. Я видел календарь. Если календарь было прямо там сделано день в день, то, конечно, уже были выпущены календари. Нет, это заранее было, и календари были заранее изданы. Ну вот тогда вот вы и отвечаете на вопрос. Значит, они как-то выглядели в соответствии с этой реформой. Нет, мне либо выглядели просто вы не показали, потому что не задумывались над этим, или это была какая-то причина? Вы знаете, нельзя объять необъятное. Я в самом начале это сказал. Этот вопрос был за пределами моего интереса к поиску тем, о которых хотелось бы мне рассказать очень субъективно. Тоже любопытная вот тема. Можно было ее затронуть. Но последние лекции все устали. Я решил, что я не буду сейчас гнать это на какое-то количество бесконечное минут, чтобы так в час уложиться, чтобы было какое-то внимание. Михаил, у меня завершающий вопрос на самом деле такой вот от рассуждений таких познавательных к больших научным. Как вы думаете, как правильно выбирать гражданское время локальное? Насколько оно должно быть сдвинуто относительно среднесолнечного? Потому что вот для Новосибирска, откуда я, этот вопрос был актуален лет пять назад. У нас сдвинули часовой пояс. Мы были плюс три к Москве, сдвинули плюс четыре. И это аргументировалось тем, что у нас после окончания рабочего дня, причем были энтузиасты, которые прям посчитали это время, набегает достаточно значительное количество времени солнечного, ну, я в смысле светлого времени суток. Вы знаете, я понял, вопрос тоже тут можно рассуждать как угодно. Я думаю, что здесь само слово правильно, оно довольно субъективно, потому что правильных идей здесь может быть у каждого своя правда. И я думаю, что этот вопрос, он даже больше не астрономический, а гражданско-административный. Тут может быть миллион всяких разных аргументов, как есть аргументы за, допустим, вот это летнее время и против. Многие страны ушли от него, а кто-то продолжает сохранять. Если мы посмотрим мнение всех странах, где его отменили, значит, там есть тоже определенное количество людей, которые говорят, зря надо это вернуть. И наоборот, в тех развитых странах, где по-прежнему этот час добавляют и потом убирают, там тоже идут разговоры, что это все ерунда, что это надо убрать, а другие говорят, нет, это не надо убирать. Поэтому сколько людей, столько и мнений. И здесь тоже, если, допустим, какой-то регион, они в каком-то концерте угрыся пришли, ну вот так, но тут как-то надо смотреть на карту целиком, чтобы там не очень выходить. Я так вот полагаю. Спасибо большое за подробный ответ. Я, наверное, пока... У меня еще один вопрос есть, но он больше такой любопытный, я его на потом оставлю, если время будет. Хорошо. Руслан Ильницкий, вопрос. Да, меня слышно? Да. Замечательно. Михаил, здравствуйте, огромное спасибо за интереснейшую лекцию. Недавно просто проходил курсу, курсу с ордена просто проходил недавно, и там как раз тоже про время была, даже отдельная работа, типа семинарная, и пришлось глубоко копнуть тему, интересно. И у вас, в принципе, много чего нового узнал. Также, смотрите, я хочу добавить... Я тоже очень много нового узнал, пока готовился к лекции. Вот, хочу добавить, что вот я нашел у вас электронную версию астрономического календаря, в частности, на Литресе. Потому что часто все-таки не всегда удобно, опять же, бумажная версия, допустим, если куда-то едешь, в дороге, там нужно посмотреть, какие события будут происходить. И, в общем-то, у меня есть два предложения. Первое предложение это по все-таки календарному году. Потому что, ну, школьный год, это все-таки очень не хватает как раз календарного года для большинства любителей. Потому что, да, школьники школьниками, но вот именно, например, на 2023 год полностью было бы достаточно интересно. И второе предложение... Я на секунду вас перебью, потому что вот мне это важно. А что вы скажете на такой аргумент? Потому что я тоже думал на эту тему. Если человек каждый год покупает календарь и им пользуется, какая ему разница, календарный год или школьный, все равно все состыковано. Вот вы мне, вот на этот мой вопрос ответьте. Я могу сказать так, что тут, наверное, дело привычки, что год закончился и Новый год новые события. Скорее вот так. Потому что вот какие события будут интересны в 2023 году, да, на весь год, чтобы примерно тоже распланировать год. по поездкам, по каким-то путешествиям. У меня больше к этому, наверное, привязка идет. Потому что, ну, обычные люди, наверное, к школьному году не совсем привязываются. Вон в чем дело. Понятно. У меня вот такое предложение. Ну, хорошо. И второе предложение, да. Да, и второе предложение, это есть ли возможность либо планы перевести это в формат приложения. Потому что телефон, в принципе, у каждого сейчас есть. И, возможно, опять же, какие-то, пусть даже не полностью астрономические календарь, а хотя бы основные события, которые есть, чтобы они, допустим, были как напоминания. У меня, допустим, забыл или еще что-то. А в телефоне, опять же, для примера могу привести, например, приложение от компании Celestron, Skyportal. У нее есть встроенный планировщик, который показывает, что, допустим, сегодня соединение Луны и Меркурия или там видимость большого красного пятна. Вот такие нюансы. В принципе, оно по разработке должно не слишком дорого выйти. И удобство, опять же, то, что это всегда под рукой будет, плюс оно само еще может напоминать. Ну и как бы, то есть, не надо тратить денег на издательство, возможно, есть смысл пустить эти деньги на разработку, на обновление событий. И все. Подумайте, но что-то, мне кажется, было бы очень удобно. Спасибо вам. Да, спасибо большое за вопросы и предложения. Вы знаете, на самом деле, мы последние годы, мы, в общем, находимся в режиме такого выживания, как я сказал. И, к сожалению, как бы нет ни сил, ни средств, ни времени, ни возможностей двигаться куда-то в какую-то сторону расширения. Вот слава богу, что вот АСТ удалось заинтересовать этим изданием. И я уже рад тем, что Френдарь издается. В общем, неплохо он выглядит, вот такая книжечка. Вот. Ее, кстати, удобно открывать. Она вот лежит на любом развороте. Можно положить на столик, что, собственно, отмечали любители, что раньше вот это на скрепке не так. А это положил и лежит. Да, конечно, в электронном виде. Это я не могу контролировать. Издательство, у него свои полномочия, они часть продают в электронном виде. Ну, хорошо, значит, какой-то тираж выходит еще дополнительно в электронном виде. Вот. Ну, будем смотреть, как это все будет происходить. Пока вот живем таким одним, не днем, а одним годом. Вот сейчас пропереготовили календарь на следующий учебный год. Вот я его завтра должен сдать, кстати говоря, вот издательство на учебный год, который начнет с 1 сентября. И будем, соответственно, ждать еще, смотреть, что будет меняться, что будет. В общем, мы заинтересованы, я, Олег Угольников, мы заинтересованы, чтобы этот календарь был полезен, что-то такое обновлять. Там вот в последних добавились там конфигурации спутников Юпитера, чего никогда не было. А сейчас они есть, и я считаю, что это очень удобно и полезно. Потому что сейчас у нас с объемом стало попроще. Раньше на скрепке там объем был ограничен, от года к году меняется объем из-за событий, и бывают годы, когда он просто уже не вылезает от скрепка. А сейчас, поскольку это переплет, то тут с этим попроще. Ну, будем думать... Пользоваться старыми календарями, допустим, какое-то событие было, по-моему, затмение какое-то, нужно было найти по нему информацию. У меня есть, по-моему, книга у Гольникова, там, где на 10 или на 20 лет вообще, по-моему, расписание всего этого. Да, на 12 лет была книжка события. Да, я помню, до сих пор у меня есть, как бы, там даже с автографом Довганя, по-моему, в ролике. Ну, это был частный издатель, ну, это тоже айс-то издатель частный, но там Сильянов выпускал, тогда они книжки выпускали. И они ее, ну, они же на 12 лет ее издали, поэтому она хорошего качества, конечно, когда на 12 лет издает. Ну, я желаю вам удачи, чтобы у вас все было запланировано. Вот пока мы о полиграфии говорим, можно я еще, сейчас чуть-чуть отойду от темы, но я хочу показать, вот не могу не воспользоваться случаем, уважаемые коллеги, вышла потрясающая совершенно книжка, уникальная по своему содержанию, ее написал французский искусствовед Алексей Здравос, астрономия в искусстве, это красочный альбом, о, как я открыл, прямо на нужной странице, вот так она выглядит, тут вот роскошная совершенно, она еще на хорошей бумаге, напечатана, покрытой специальным лаком, чтобы следов от пальцев не оставлять, вот тут даже есть вот такая вот это лассе, закладочка, и текст неплохой, я вот ее редактировал, поэтому, собственно, я отвечаю за качество русского текста, уникальную книжку, собрал более 150 произведений, ну, прежде всего, живописи, относящиеся к астрономии, проанализировал это все вот в историческом развитии, как, почему, почему художники на это обращали внимание, на то, в общем, очень рекомендую, издательство ArtVolhonka, на сайте можно купить, пришлют в любую точку России, очень рекомендую, прекрасная книжка, не так много книжек вообще по астрономии выходит, тем более, вот таких уникальных. Спасибо. Позвольте, я сейчас дочитаю один вопрос из чата, и потом мы перейдем к вопросам голосом, я вижу, что много вопросов. Хорошо. Если современный режим сна, как говорила Наталья Нарциссова, привязанное производство, а физиологически более нормален сон с перерывами, то как рассматривать семидневную неделю? Больше как культурологический феномен, обоснованный семью планетами, или как физиологический? Какой интересный вопрос. Ну, я совершенно некомпетентен на этот вопрос отвечать, вот, но из моего рассказа все-таки, я думаю, можно сделать вывод о том, что семидневная неделя, она пришла к нам из-за очень далекого прошлого, ей тысячи лет. Вот, она оказалась невероятно стабильна, в силу разных причин, может быть, и действительно здесь вот вклад в эту стабильность замешан на какой-то физиологии, потому что мы знаем, что число семь, это не только количество планет, которыми, вот, которые видели и называли так древние, много тысяч лет, но это еще связано со сприятием человечества, то есть с физиологией и психологией, с приятием. Спасибо. У нас еще есть вопросы, Ольга Смолянкина, а затем тогда Дмитрий Эпштейн. Ольга, задавайте вопрос. Спасибо большое за потрясающе интересную лекцию. Я на самом деле очень много для себя узнала и для занятий своих. Я сначала пару предложений, а потом задам вопрос. Хорошо. По поводу предложений, как постоянный уже многолетний пользователь вашего астрономического календаря, за который вам огромное спасибо, скажу, что прежнее издание было действительно удобнее на скрепке. Вот по каким причинам. Я не говорю про полиграфию. Там она была, конечно, приятнее и детям была приятнее. Они хотели сами его покупать. То есть я покупала в кружок, они видели и покупали себе домой. То есть дополнительные покупатели были. Сейчас с новой полиграфией дети не хотят им пользоваться. То есть он действительно не очень приятный, честно вам признаюсь. Хотя спасибо АСТ. У вас был цветной. Да, это первое. Второе. В середине всегда была подвижная карта звездного. Ну, может быть, не всегда, да? Ну, по крайней мере, когда я видела. Всегда, это правда. Она была всегда. Она была всегда, да. Да, и это было очень приятно. Такой, знаете, подарочек. Ты ее берешь, вырезаешь и вот можешь либо себе оставить, либо кому-то подарить из друзей. То есть такой вот в центре какой-то отрывной штука, типа подвижной карты, может быть, каких-то моделей вырезных, складных, ну, если речь идет о школьниках, да, и так далее. То есть, в принципе, вот эту идею, она очень классная. И если ее как-то получится возродить, я бы очень была рада. Дальше. Можно, на секунду, давайте я поговорю по очереди. Вот я сейчас на это должен реагировать. Сейчас, извините, ради бога, я буду вас дальше внимать. Конечно. Что касается, значит, подвижной карты звездного неба. Значит, в этом издании она невозможна. Это первое. И когда мы с АСТ изначально, мы планировали еще первое прошлогоднее издавать календарь, была, изначально вообще было в программе, что он будет издаваться вместе с планисферой, которая издает АСТ. Вот где-то она у меня тут есть. Сейчас я посмотрю. Может быть, я быстро ее найду, тогда я смогу ее показать. Да, вот она под рукой у меня. Значит, вот у них есть вот такая планисфера. Вот она пластиковая, вот так она вращается. Она попроще, чем подвижная карта. Ну, в принципе, так. И вообще было запланировано изначально. И я исходил из этого. И описал эту как раз, там добавил этот раздел. Подвижная карта звездного неба. Значит, чтобы, значит, уже вот она с книжкой продавалась. Но когда книжка вышла, выяснилось, что в последний момент АСТ отказалась от идеи продавать эти два продукта вместе. Ну, вот это АСТ решает. Я на это не верю. Кроме того, есть еще одна вещь. Значит, вот в том ровном виде, как подвижная карта была в календаре, ее можно найти в интернете, распечатать и точно так же симпатично вырезать. То есть она, в принципе, доступна. Конечно, хорошо, когда все в одном флаконе там открыл, достал, вырезал, да. Вот. Но сегодня при наличии вот этих приложений, когда ты просто водишь телефоном по небу, значит, и он тебе показывает, куда ты смотришь, какой у тебя тут участок карты, я не очень уверен, что вот эта бумажка, она конкурентоспособна. Но если вы хотите, ее можно скачать, просто скачать и распечатать. Вот. Но мы сейчас уже не можем ее, к сожалению, в эту книжку вложить. Слушай вас дальше. Я с вами полностью согласна насчет того, что можно скачать, распечатать и сделать. Но тут, видите, больше эффект такого подарочка. То есть это был приятный бонус. Да, да, конечно, конечно. Я с Олегом Ефимовичем согласна на тот счет, что постоянная часть это раньше называлось в астрономическом календаре. Но у вас все же она есть. Это та часть, где даты юбилейные. Каждый год они новые. И это можно тоже коллекционировать, тоже это полезная вещь. И вот благодаря этому разделу я все эти, ну вот уже там второй, да, календарь, я их сохраняю. Вот уже третий будет. Мы сохраняем их все, потому что это полезная информация. Но если бы, конечно, что-то там было дополнительно, я думаю, это было бы полезно. А теперь по поводу календарного или учебного годного вот этого. Да, да, как вы считаете? Однозначно на учебный год. Я объясню, почему. Была очень интересная дискуссия вас с Русланом Ильницким сейчас по поводу календарного или учебного. Так вот, он привел довод, что очень удобно планировать. Так вот, нет, удобно планировать, когда вы в сентябре имеете календарь. Потому что в основном люди отпуска планируют, допустим, на лето. И у вас уже сейчас есть лето на руках, понимаете? И Новый год у вас есть на руках. Вы понимаете, где вы будете в Новый год? Может быть, календарь вас даже сподвигнет куда-то переместиться, а не так, что вы там 30 декабря купите. И то вряд ли в декабре будут покупать там предновогодние все эти дела. Вот. И вы в январе получаете свой календарь и узнаете, что 1 января вы пропустили там, не знаю, транзит чего-нибудь почему-нибудь. Вот. Так что я однозначно за учебный год. Ну вот, если опрос будет, я проголосую за это. И теперь маленький вопрос по лекции. Вот я тут недавно буквально на днях прочитала у Канановича Мороза общий курс астрономии. Ну, для вузов, для первокурсников. Такое было предложение по поводу календаря. Обсуждаются разные системы и система распределения дней по месяцам. И там предлагается система 4 квартала по 91 дню, то есть 64 дня и так далее. Вот как вы относитесь к такому возможному изменению календаря? Что вы думаете на этот счет? И, ну, возможно, нужно и так далее. Расскажите, что думаете. Вы знаете, вот я решил эту тему не включать в лекцию, потому что она сейчас совершенно перестала быть актуальной. Где-то примерно в середине прошлого века была очень актуальная тема и обсуждалась на самом разном уровне, когда ООН возникла, эта организация, значит, там на уровне ООН обсуждалась, было много всяких реформ. Если вы посмотрите, вот откроете там Селешникова или Клемишна, вот эти две наши основные книжки, написанные про календарь, то там как раз тоже много места уделять вот этим календарным реформам. Но мир не договорился. То есть эта вся тема, она ушла вообще из эфира. Обратите внимание, вот посмотрите, где и когда в последний раз шли разговоры о новом календаре. Но вообще забыли. Сейчас столько в мире проблем, что еще и календарь трогать. То есть как бы вот, ну, пока вот он идет, этот календарь, работает, в принципе, привыкли уже все к нему столетиями, да. Ну, хорошо, разное количество дней в кварталах. Ну, да, неудобно там что-то планировать, налоги считать. Ну, ничего, как-то все приспособились к этому. Поэтому я тоже считаю, что эта тема сегодня совершенно не актуальна. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам за вопросы. Спасибо, Дмитрий. Если больше, то, кстати, больше высказаться никто не хочет, то у меня есть пара. По итогам сейчас еще раз... Пока говорите, а там может еще... Да, интересных моментов. Первый. У меня есть интересная статья, я ее в прошлом году писал перед солнечным затмением. Я разработал, как, собственно, из набора фантиков от конфет, пары ковкартона и распечатки спринтера сделать очки для наблюдения солнца и солнечных затмений, в частности. Я делал это в прошлом году, к 10 июня, когда на Новосибирске было хорошо видно солнечное затмение, частную фазу его. И в этом году очень много... То есть подобные статьи, мне кажется, как раз очень хорошо было бы включать в календарь в качестве, ну, так скажем, бонуса, который бы позволял их коллекционировать, и это бы расширило функционал, ну, позволило бы... Это то, за чем стоило бы сохранять за такими заметками. Мне в свое время Сурдин пару лет назад сказал, когда я затянулся про такую заметку, он сказал, хорошо бы ее в квант написать, но у меня руки не до кванта, не до куда-то еще, кроме интернета, там, здания «Открытый космос», никуда не дошли. Но заметка, кстати, есть, я ее актуализировал перед этой осенью, когда было, собственно, солнечное затмение там в октябре месяце. Вот. То есть подобные заметки я и, я думаю, множество других школьных авторов, школьных вчителей свои наработки может вполне дополнять и расширять, я скажу, ваш школьный календарь. Первое. Второе. Я, собственно, доклад на два дня назад делал о карте «Звездного неба» подвижных. Ага. У меня есть, собственно, разработка, я ее постепенно актуализирую, и я не против, если она выйдет как часть элемента вашего школьного календаря. Потому что я лично ее разрабатывал именно потому, что то, что в интернете вот сейчас лежит, оно совершенно не актуально. Я, собственно, коллегам в докладе всем рассказывал, почему я не рекомендую ее использовать, потому что там и данные неточны, и хотелось бы, чтобы было понятно, кому, ну, условно, чаем угощать конфеткой или морду бить за неточности в календаре. Потому что если в вашем календаре... Морду бить понятно, кому нет. В вашем, да. Но я сейчас про карту «Звездного неба». А, ну, кстати, ну ладно, да-да, хорошо. То, соответственно, я только за, у меня есть цветная версия, и кроме этого я дополняю сейчас в том числе веду работу над тем, чтобы сделать круг не только подвижной карты «Звездного неба» северного, но и южного полушария. Причем, как вчера, я наделал, в том варианте. Я сказал, что сегодня, к сожалению, в календаре мы не имеем возможности давать какую-то бумажную или клейку, или просто вкладку в конец. Это графически, и это очень удорожает. Делает более дорогим издание, и если на это точно не пойдет. Но, в принципе, как идея какая-то, мы будем ее держать в уме. Спасибо большое. Я с удовольствием подключусь как в качестве этот элемент включить в ваш календарь либо ссылкой, либо каким-то, потому что я планирую и делать вот эту накладную часть, в том числе, для печати на прозрачке, мы это обсуждали позавчера, многие высказались. Как раз за то, что хотелось бы увидеть вот этот шаблон для прозрачки, для прозрачной кладки, для планисферы или подвижной карты. Тем более, что хорошо было. Она так и сделала, видите, вот эта прозрачная. Да, 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 я про нее, но понимаете, в чем проблема? Например, тут есть у нас такой Антон Балацкий из Чукотки, ему эта карта не подойдет, потому что этот вырез сделан только под 55-ю широту. Да, да. Или замечательный город Байкануру. Были варианты, можно было там несколько вырезов. Об этом и речь, что как раз расширили. Это вот очень недостаток планисферы, я согласен. Она сделана на фиксированную широту. Ну, под эту широту попадает тем не менее большая часть наших региональных центров, но, тем не менее, не все. Да, не все, не все. То есть, это вот то, чем можно было дополнить. Ну, и у меня был один маленький дополнение. Вопрос, у нас есть, Константин, еще 5 минут? Конечно. Или у нас уже все по времени? Просто я хотел рассказать очень интересную штуку для Михаила на вашу презентацию. У вас на часах, среди прочего, там, когда вы показываете 10-часовые замечательные часы, я обнаружил очень интересную штуку, про которую у меня есть научно-просветительская лекция «Миф космического масштаба», где я, в частности, рассказываю про историю с циферблатами и с очень любопытной особенностью, которую вы на двух циферблатах показали. Я обычно ее предваряю, этот момент, тем, что я говорю в аудитории, что я сейчас научу вас видеть такую страшную штуку, которую вы никогда не сможете развидеть. Если вы не хотите, чтобы ваша жизнь была прежней, то, если это дистанционно, то выключите, пожалуйста, звук, а если это очная лекция, то выйдите из аудитории и через 5 минут вернетесь. Вот, собственно, я предупреждаю коллег, что я сейчас подобную штуку проделаю и вопрос такой. Вот у меня просто сейчас под руками этих часов нет. Михаил, а если я вас попрошу презентацию вывести снова? Да, конечно, давайте посмотрим. Просто я увидел это и я просто не могу пройти мимо и не упомянуть про эту особенность часов, потому что это выворачивает мозг школьников прям очень сильно и студентов моих в частности в педуниверситете. Так, сейчас мы это все сделаем. Там, где были 10-часовые часы. Да, замечательно. Сейчас откроем. Там, по-моему, даже на двух циферблатах я увидел эту интересную особенность. Вот это? Да. В год. Коллеги, вот скажите, кто из вас знает особенность, про которую я сейчас хочу сказать? Кто-то из... Просто знаю, что... Кто-то мог быть на моих научно-популярных лекциях. Никому в глаза здесь не бросилась одна очень интересная странность. Просто я в свое время на поиске особенностей потратил... историю расскажу, потому что это значительно часть моей личной жизни, потому что я часы с римскими цифрами мне отец подарил, ну, отдал, подарил, да, классе, наверное, в шестом-седьмом. А ответ почему-то они имеют такую интересную особенность. Вот если вы сейчас не увидите полноэкранный режим, то на нижних, на левых, на нижних часах будет очень интересное начертание цифры 4. И вот ответ на вопрос а с чего вдруг эта неведомая штука случилась в виде четырех палочек, я ответ искал с года с 95 по 2001. Потому что в то время интернета не был. И вот у меня есть предложение оставить коллегам эту особенность в качестве такого рэпера на попозже, мы вот можем это обсудить в частном порядке, пусть поищут ответ, просто школьникам на этой неделе хватает. Я объясню, вы теперь везде эту особенность будете видеть. А она встречается по моей более чем 20-летней статистике в 90% случаев. Да, абсолютно. И на башенных часах в Европе, если вы посмотрите, абсолютно там вот эти четверки, три палочки. Михаил, вам спасибо за этот макаречек. Вот, коллеги, а подними, у меня просьба, напишите в чате, я могу же заглянуть, и Михаил может заглянуть. А у кого-нибудь из вас наручные часы есть вот с римскими циферками? Потому что у меня были студенты, которые по 3-4 года часы такие носили, дома держали, но при этом не замечали, что четверка не такая. Дима, можно предположение с вами высказать, Дима? Давайте, конечно. Дмитрий, я думаю, смотрите, как шестерка пишется, и как четверка, там меняется порядок единицы, римская 5. Давайте так, я могу честно рассказать, как мне ответил специалист в Эрмитаже, потому что я ответ узнал от человека, который обслуживает часы в Эрмитаже, в частности, он в 2001 году, я в Новый год, 2000-2001, на новогодние каникулы, будучи еще школьником, ездил в Питер, попал в Эрмитаж, обнаружил там часы 16 века с такой четверкой, с вот такой, поймал мастера, который за это все там отвечает и его допросил. Вот, так вот этот специалист назвал мне три причины, которые указываются в специализированной литературе и у историков. Первое, это на самом деле отсылка, первое, это почему это легитимно, на самом деле римляне сами эту четверку использовали, дело в том, что в римском начертании букв J и U не существует, а аббревиатура J обозначает имя верховного бога Юпитера. И дабы не писать на каждой столбе и не упоминать имя бога в суе, они использовали не I и V, которые обозначали как раз именно J и U в клинописи, а использовали четыре палочки. И это было легитимно, но в том смысле, что это действительно римское начертание. Это действительно имеет право на жизнь с точки зрения истории. Но апеллировать к этому в 14 веке, когда появились башенные европейские часы, ну очень быстро можно было оказаться в застенках инквизиции, потому что это еретическое знание, да, но аргументировалось это в следующем в то время у этих кузнецов и часоделок, ну, людей, делавших часы. Первое. Часы башенные, которые как раз в то время возникали, относились к архитектуре. Это готическое строение с вертикальной симметрии, значит элементы должны быть симметричны. Симметричны четверки восьмерка. Восьмерка штука широкая, в смысле число записываемое римскими цифрами восемь, число широкое и соответственно состоящее из четырех элементов. Дабы сохранить эстетическую, как скажем, составляющую и красоту художественную, использовали четверку в качестве начертания. Это была первая причина художественная. Вторая причина это то, чтобы люди грамотные, какой их было хоть и немного, но они были, не тратили время на распознавание символов а могли беглым взглядом определить четверку от шестерки. Вот. Чтобы не путать близкие элементы начертательные. И третья причина в массовке той самой неграмотной, которая была большая часть, чтобы им проще было опять-таки ориентироваться на циферблате. Вот эти основные три причины мне назвал мастер часовых дел вот в Эрмитаже. Я не знаю, как его, к сожалению, звали. Больше 20 лет все-таки прошло с тех пор. Я даже не знаю, работает ли он до сих пор. Но именно вот на этого специалиста я ссылаюсь обычно в своих лекциях. Сейчас есть очень много упоминаний в интернете различных других причин, но вот именно этим трем я доверяю в полной мере. Значит, Дмитрий, мое предположение, чтобы не путали четверку шестерки. Это было правильно, да? Да, да. Ну, не путали, собственно, и те, кто знает и умеет читать, просто чтобы беглым взглядом, да, чтобы не залипали, потому что время распознавания зависит от повторяемости. Но это приводит к порой очень интересным искажениям. Я однажды видел, как эту четверку в виде палочек превратили в почти сомкнувшуюся пятерку и две палочки рядом, и это получилась семерка. Как я тогда пошутил, наверное, у дизайнера было прозвище Криворучку, потому что он сначала нарисовал круглый циферблат, а потом его сжал по вертикали. Если мы с вами откроем какие-нибудь средневековые арабские тексты, списки координат звезд, там, ну, тут палочки еще как-то можно сказать, а там точка, вот точка – это одна цифра, буква, да, а точки нет, все, там случайно точку поставил и, наоборот, забыл, все, там что-то такое получается. Ну, вот, чтобы не было графическое путание. А это еще разобраться можно, так что были худшие варианты. Не, я не спорю, Михаил, просто очень интересная штука. Я почему предупреждаю, коллеги, вы теперь всюду будете эту четверку замечать, потому что я веду уже вот больше 20 лет статистику, особенно это очень прикольно, когда жена идет с детьми там по магазинам, у меня две дочери, соответственно, это женская толпа идет в магазин, я себя развлекаю в торговых центрах тем, что хожу по часовым магазинам и считаю количество часов с четверкой в виде палочек. Дима, если вы поспорите на свою букву первую, Д, она тоже, можно сказать, из четырех палочек сложена. Ну, это уже да. Но вот у меня личная просто история с часами, с этими связанная. Я каждый раз, когда вижу эти часы, каждый раз вспоминаю и очень люблю эту историю рассказывать, потому что она рассказывает о том, как, собственно, вот про становление часов очень много интересного. Я тогда, окунувшись в эту тему, подчеркнул. Да, интересно. Часы очень интересная штука. Тогда же, собственно, я нашел ту версию, что 12 плюс 12 вместо 24, но я выяснил, я вот был недавно в Мурманске, в Мурманске ты когда прилетел в декабре или вот в начале января, в 5 часов дня там темно, и ты не знаешь, что в 5 утра проснулся или в 5 вечера. Если у тебя джетлаг после перелета, или там, как вот сейчас у Антона Балацкого на Чукотке, тоже та же история, в них же полярная ночь сейчас. Вот почему некоторые древние северные народы во время полярной ночи, они вообще останавливали еще дни, его не было вообще. Конечно, потому что без времени такое. Без времени. существовал такой термин, да. Ну, у меня, собственно, по цифркам все. Спасибо большое. Спасибо вам и за рассказ, за вопросы. Спасибо. какое-какое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok